Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рассмотрим сегодняшнюю ситуацию на грядущий торговый день и завтрашние дни. Как помним, в пятницу по Америке вышли статистические данные, которые были весьма положительны для доллара. И мы заметили, как на основных валютных парах, да и вообще доллар очень сильно и весьма укрепился. Вчера, в понедельник, доллар немного отыграл свои позиции, ввиду того, что ослабился. И сейчас возникает следующий вопрос относительно валютных пар евро-доллар и фунт-доллар. Закончилась ли коррекционная четвертая волна и будет ли продолжение дальнейшее движение вниз? Либо будет сегодня обновление максимумов и потом уже дальнейшее движение вниз? Сегодня нас ожидают такие экономические новости по Америке. Строительство, число разрешений выданных на строительство новых домов, объем строительства новых домов, а также выступление главы Банка Канады Полоза. Завтра, под утро, мы узнаем, все-таки повысит, то есть понизит ли процентную ставку Центральный банк Японии до 15 сотых процента, минус 15 сотых процента, либо оставит на том же уровне минус 10 сотых процента. Далее нам стоит ожидать такие новости, следовательно, с завтрашнего дня запасы нефти и, конечно же, всеми ожидаемые минутки ФОМС, выступления председателя ФРС Джанет Йеллен и решения по процентной ставке в Америке. Ситуация следующая относительно торговой идеи, относительно валютной пары фунт-доллар. Рекомендуем рассматривать рост валютной пары до 1.3117-1.3137 и уже дальнейшее потом снижение ее до 1.2950. Нефть тоже, в свою очередь, вчера показала интересный кульбит, резко выросла на 100 пунктов, а потом неожиданно обновила минимумы. Посмотрим, что будет сегодня и завтра. Желаю вам отличных торговых решений, хороших точек входа и всегда оставайтесь в плюсе и в профите. Всем отличного настроения, а маркет всегда с вами. До связи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok